Этот фильм только о птицах отряда воробьиных. И, конечно, начнем с их главного представителя – воробья. Это домовый воробей – наиболее распространенный вид из рода настоящих воробьев семейства воробьиных. Одна из самых известных птиц, обитающая по соседству с жилищем человека, отсюда ее видовое название – домовый, и хорошо узнаваемая как по внешнему виду, так и по характерному чириканию. Длина тела составляет от 14 до 18 см, масса от 20 до 37 грамм. Общая окраска оперения – сверху коричневато-бурая, ржавичного цвета с черными пятнами, снизу беловато или серое. Щеки белые, ушная область – бредно-серая. Полевой воробей – немного меньше домового собрата. Оперение плотное, отчего птичка кажется аккуратнее. Самцы и самки окрашены одинаково. На голове у птицы симпатичная бурая шапочка, беседуя лысиной, которая отличает самцов воробья домового. На щеке черное пятнышко. Воробьи практически всеядны. В основном их летний рацион состоит из семян разных растений, фруктов и ягод, нежных листьев. Но и от насекомых воробьи в случае не откажутся. Вблизи человеческого жилья воробьи круглый кот подкармливается остатками пищи человека, например, хлебными крошками. Эти воробьи кормятся на самой макушке большой ели. Шишки им своим клювом не раздолбить. Очевидно, поедают молодые почки хвои. Субтитры создавал DimaTorzok Главная особенность этой интересной птахи в том, что она непременно селится вблизи человека. Это отложило свой отпечаток на ее поведение и образ жизни. В птице великолепно развита память, в нее появляются новые рефлексы, связанные с человеческим поведением. Она может принимать решения и даже строить логические цепочки. Посмотрите, как этот воробей играется с перышком. Рвет как тузик грелку, подумаете вы. Возможно, вот так он встит своему обидчику, голубю, если это его перо или другой птице. Это зеленушка или лесная канарейка. Птица размером с воробья весит от 20 до 28 грамм. Длина тела около 14,5 сантиметров. Тело сложение плотное, хвост короткий, с очередной выемкой. Самка серая с зеленоватым отливом. У самца желтоватая-зеленая грудь, на спине темные штрихи, клюв толстый, светлый. На серяек разреженные леса, опушки, рощи с перелесками, сады и парки. Эту зеленушку удалось отснять на самой макушке липы, когда она еще не покрылась листвой. Голос стрелью. Обыкновенная горехвостка. Небольшая певчая птица из семейства мухоловковых отряда воробьиных. Это одна из самых красивых птиц, живущая в парках, садах и на культурных ландшафтах Европейской части России. Длина тела 14-15 сантиметров. Окраска в сочетании рыжего, черного, бурого и белого цветов. Самцы окрашены ярче самок. Самки буровато-серые, со светлым горлом и брюшком. Птичка характерно подергивает ярким хвостом, после чего ненадолго замирает. Во время подергивания ее хвост напоминает пламя. Создается ощущение, что хвост птицы горит. Отсюда и пошло название горехвостка. Обитают в зарослях кустарника по берегам рек, селится и у жилья человека. Для строительства гнезда горехвостка занимают неглобокие ниши, дупло и полудупло различных деревьев. Пустоты между корнями в расселенных скал часто устраивают гнезда в полиннице дров или за обшивкой стены дома. Снаружи гнезда всегда прикрыта или спрятана. Это семейство соорудило гнездо вентиляции цокольного этажа шестиэтажного дома на высоте примерно трех метров. Даже не заглянуть. Для укладки гнездового места используются солома, травы, мох, листья и сосновые иголки. Питаются в основном насекомыми, ягодами и плодами. Чтобы найти еду, птица ненадолго отправляется на землю или ловит насекомых во время короткого полета в воздухе. Например, мух. Это быстрая и маневренная птица. Песня в них очень чистая и красивая, но поют они мало. Мух. Продолжение следует...